Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 7 ноября. Добрые вести! Вспышка коронавирусной инфекции в городе Квайса идет на спад. Отставаний от графика нет. Строительство трехэтажного 18-квартирного дома в поселке Знаур проходит по плану. Объявления о перемирии каждый раз срываются. Стороны обвиняют друг друга. На Горном Карабахе ведутся активные боевые действия. За сутки в ПЦР-лабораторию ГАСЭД Потребнадзора проведено 125 исследований. Из них 41 – новый случай заражения COVID-19. Всего за период открытия границы с Россией 15 сентября заболели 1221 человек, сообщает главный санитарный врач республики Марина Кочиева. С учета медиков сняты еще 21 человек. Всего с середины сентября выздоровело 155 пациентов, сказала Кочиева. На сегодняшний день лечения по всей республике проходят 226 пациентов. Из них 187 человек лечатся в РММЦ города Цхинвал. В районных медучреждениях находятся 39 человек. На учете у медиков, по данным на утро субботы, состоит 1066 граждан, которые болеют коронавирусом. Всего за время пандемии коронавируса в Южной Осетии от последствий COVID-19 скончались 14 жителей республики. Проведено 8 581 исследований. Несмотря на сложную ситуацию, из города Квайса приходят приятные новости. В медсанчасти отмечают уменьшение количества обращающихся за медицинской помощью. Всем стационарным больным оказывается необходимая врачебная помощь. Ранее медучреждению были переданы лекарственные препараты от руководства республики. Помогли и меценаты. Вспешка коронавируса в городе Квайса идет на спад. В условиях стационара лечения проходят 17 человек. Из них один в тяжелом состоянии. И сегодня его транспортировали в город Схинвал. 12 человек полностью выздоровели и были выписаны домой. Несмотря на сложные условия работы и высокий риск заражения, врачи борются за жизнь каждого больного. Всего с начала эпидемии COVID-19 в республике в Квайсинскую медсанчасть обратилось около 200 человек. У 30 тест на коронавирус показал положительный результат. Первые больные коронавирусной инфекцией в больнице появились. В середине октября, как отмечают сами медики, больница рассчитана на 10 коек. Но поток больных увеличивался с каждым днем и медкабинеты были оборудованы под палаты. Вопрос с лекарственным обеспечением на днях тоже был решен. В медсанчасть были доставлены все необходимые препараты для лечения COVID-19 больных. Помощь в виде медикаментов Квайсе оказало руководство республики, а также меценаты. В медикаменте были доставлены все необходимые препараты для лечения. Из трех аптек работает только одна. Противовирусные препараты и средства защиты имеются. На улицах города мало людей, все изолировались и соблюдают меры безопасности. Возведение трехэтажного многоквартирного жилого корпуса в поселке Знаур завершено. К концу текущего года объект будет подведен под крышу. А сдача в эксплуатацию намечена на 2021 год. Жиле предусмотрено для остро нуждающейся категории граждан и строится в рамках инвест-программы. Ход строительства проверила наша съемочная группа. Строительство трехэтажного 18-квартирного дома в поселке Знаур ведется быстрыми темпами. Строительными работами занимается фирма «Престиж». На объекте работают 18 человек. Отставание от графика нет. Стройматериал поставляют вовремя. Сейчас рабочие занимаются перекрытием третьего этажа. Проект дома предусматривает строительство двух- и трехкомнатных квартир. Корпус строит из монолита. По словам строителей, такая конструкция может выдержать землетрясение до 12 баллов. В конце текущего года строители рассчитывают подвести дом под крышу и приступить к внутренним отделочным работам. После завершения строительных работ рабочие приступят к благоустройству прилегающей территории. Корпус строится в рамках инвестиционной программы. На его строительство выделено 57 миллионов рублей. Объект будет сдан в эксплуатацию в конце следующего года. Жилье в нем смогут получить особо нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Анжела Букоева, Олимпе Теева, Ксена Даттаева. Информационный выпуск сегодня. Бои между армянскими и азербайджанскими военными продолжаются. В ночь на 7 ноября боевые действия продолжались на всех основных направлениях линии фронта. Наиболее упорные и ожесточенные бои развернулись на участке Шуши-Каринта. Армянские подразделения успешно пресекли многочисленные попытки атак воздушных сил Азербайджана, уничтожив большое количество живой силы противника. Военные действия в Карабахе начались 27 сентября. Бои между армянскими и азербайджанскими военными продолжаются на нескольких фронтах. Стороны несколько раз объявляли о перемирии, но всякий раз оно срывается, в чем стороны обвиняют друг друга. Как сообщают источники средств массовой информации Армении, на сегодняшний день в районе города Шуши, что является вторым по величине во всем Нагорном Карабахе, идут активные боевые действия. Отмечается, что бои продолжаются уже несколько дней. Знаете, ситуация такая же, как и прежде. То есть идет полномасштабная война. И противник, враг, скорее всего, в лице Азербайджана, Турции и международных террористов ни на секунду не прекращают наступательные действия. Конечно, наша армия ополчения стоят на смерть, и за каждый сантиметр практически идет очень ожесточенная борьба, ожесточенные бои. На сегодняшний день в Степанакерте пока сегодня было относительно спокойно. Но вот два дня был очень сильный обстрел, наверное, беспрецедентный. Вчера вечером и сегодня утром противник понесл колоссальные потери на Шушинском направлении. Наверное, сотни погибших, очень много бронетехники, 4 сбитых беспилотников, несколько танковых бронемашин. Погибшие, конечно, есть с обеих сторон. С азербайджанской стороны на порядок больше, наверное, в 10-20 раз. Но для нас это не является утешением. Одна единственная смерть уже является трагедией. Мы малый народ, понимаете, что это для нас значит. Но мы стоим до конца, потому что альтернатива – это геноцид. Военные силы Азербайджана продолжают попытки наступления на основных направлениях. Подразделения армии, обороны Армении предпринимают необходимые меры по их пресечению. С 27 сентября в зоне Карабахского конфликта идут интенсивные бои. Военные Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха. В свою очередь, армянские подразделения полностью контролируют оперативно-тактическую ситуацию и предпринимают шаги по дальнейшему выявлению и огневому поражению врага. Воспитанники Центра образования интеллект в Владикавказе пробуют себя в роли мультипликаторов. Работа юных дарований захватила полностью. Удалось создать уже семь мультфильмов. Дети во время съемок учатся договариваться между собой, распределять роли, что помогает развивать коммуникативные навыки и речь. Камера, мотор. Пятилетний оператор приступает к съемке. Юные аниматоры замерли в напряжении. Работа ответственная, без замечаний не обходится. Небольшой шаг вперед, убираем руки. Все. Команды. Приготовились. Делаем небольшой шаг вперед. Внимание. Воспитанники Центра образования интеллект пробуют себя в роли мультипликаторов. По словам педагога Альбины Хабаевой, работа над созданием мультфильмов решает множество педагогических задач. Занятия приносят не только удовольствие, но и пользу. При подборе сценария мы приобщаем детей к чтению художественной литературы, в том числе и на родном языке. Затем происходит съемка, дети учатся договариваться между собой, распределять роли, что тоже очень ценно. Это помогает развивать коммуникативные навыки, развивает речь, моторику. Первый этап – разработка сценария. Его придумывают ребята вместе с педагогом или же берут готовые сказки. Своими руками дети создают персонажей из пластилина, готовых ожить на экране. Нам стало интересно, как появляются мультфильмы. Задавали много вопросов. А потом решили организовать мультстудию прямо в детском саду. Создавать мультфильмы очень интересно. В нашей копилке уже семь мультфильмов. Чуть позже пластилиновые персонажи заговорят детскими голосами. Ребята, независимо от возраста, участвуют во всех этапах создания мультфильма. Мультипликация вызывает у детей неподдельный восторг. И глаза горят, им очень нравится заниматься анимацией, потому что весь процесс от создания персонажей до презентации своего мультфильма контролируют сами дети. Наши мультфильмы отличаются тем, что и персонажи, изготовленные руками детей, и озвучивание мультфильма происходит голосами детей. И презентуют все тоже дети самостоятельно. На молодежном форуме МАШУК команда педагогов Центра образования стала обладателем гранта. В ближайшее время здесь появится профессиональная студия для создания мультфильмов, в том числе и на родном языке. Стелла Бязарова, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова